Всем привет! Сегодня я расскажу вам, как правильно подбирать шины и на что стоит обратить внимание. Как вы наверняка знаете, сейчас существует очень большой выбор шин. На сегодняшний день так много производителей, что можно просто в этом запутаться. На первый взгляд, оно большое и круглое. И как вообще их выбирать? Существует три вида основных протекторов. Первый и самый распространенный, это асимметричный вид протектора. Эти шины одеваются на диски, согласно внутренней и внешней стороне. Outside означает, что покрышку нужно собирать наружу, а соответственно inside это уже внутрь. Плюсы этого протектора, это увеличение сцепления с дорогой, управляемость и курсоустойчивость машины. Также ускоряют торможение, обеспечивают равномерный износ, также эффективно вводят воду из пятна контакта и снижают уровень шума. Так что рекомендую выбрать вам асимметричный вид протектора для ваших шин. Второй тип протектора, это у нас направленный. Такие шины собирают по ходу движения. С каждой стороны есть надпись Rotation. Соответственно у вас будет два левых и два правых колеса. Плюсов у этих шин не так много, но они есть. Они очень эффективно показывают себя на мокрой трассе и лучшей проходимостью. Но как бы есть и минусы. Это повышенный уровень шума. И если их неправильно поставить, то это повышенный износ. А также на высокой скорости у них хуже маневрирование. Третий тип протектора, это симметричный. Имеет рисунок, две половины которого одинаковые. Такие шины находятся в бюджетном сегменте. Плюсы этих шин, скорее всего, только в цене. Монтаж этих шин не имеет ни стороны, ни направления. И такие шины потихоньку уходят из производства. Также шины еще различают по жесткости. Главным фактором, который определяет мягкий шин, является состав резиновой смеси. Плюсы мягких шин. Ну, в первую очередь, это комфорт. Низкий уровень шума. И шина все неровности на дороге как бы проглатывает. Обеспечивая более длительный срок службы ходовой. Также мягкие шины обеспечивают превосходный контакт с дорожным полотном. Почти мгновенный разгон и эффективное торможение. Минусы здесь тоже у нас присутствуют. Допустим, если вы попадете в дорожную яму, то шанс повредить мягкую резину намного выше, чем жесткую. Но, опять же, нужно понимать, что это за яма. И еще мягкая шина, она быстрее снашивается, чем жесткая. Но все зависит от состава резины. Плюсы жесткой резины. Это повышенная устойчивость к ударам. Лучше себя ведут в жару. Курсовая устойчивость у них лучше. Поэтому жесткую резину часто выбирают поклонники спортивного стиля вождения. Минусы у жесткой резины тоже имеются. Чем жестче резина, тем длиннее тормозной путь. Опять же, повышенная нагрузка на ходовую. Ну и, конечно же, комфорт. В салоне будет довольно шумно. Так что, если вы чаще всего ездите по городу, то все-таки я вам советую выбрать мягкую резину. Существует три типа рисунка протектора, предназначенных для разных дорожных покрытий. Шоссейные шины предназначены для асфальта. Такой протектор имеет отличные сцепные свойства и низкий уровень шума. Отлично отводит воду с пятна контакта. Подходит для города и трассы. Плохо справляется с внедорожными покрытиями. Универсальные шины предназначены для смешанных условий эксплуатации. Для твердого покрытия и дорог с грязью и гравием. Имеет небольшую шумность, но зато довезут вас по грязи на дачу или за город. Обычно рисунок имеет более крупные шашки. Грязевые шины оффроуд предназначены для экстремального бездорожья, каменистых дорог и грязи. Протектор имеет большую высоту и расстояние между шашками протектора, чтобы быстрее очищаться от грязи. Такие шины очень шумные на асфальте. Звук примерно как на самолете. При выборе шин обращайте внимание на то, какие акции проходят в шинных центрах. Это может быть бесплатный шиномонтаж. Также на шины есть расширенная гарантия. В основном она идет на год, но в случае повреждения колеса вам могут бесплатно его заменить. Тем самым вы сэкономите ваши деньги. Есть еще такой параметр, как дата производства. Шин находится на внутренней части колеса. Первые две цифры это недели, а вторые это год. На каждой шине есть маркировка о том, где была выпущена данная шина. Еще один значимый момент это производитель. Старайтесь покупать шины, которые популярны и всегда есть в магазинах вашего города. Ну, теперь вы знаете о шинах чуточку больше, чем просто круглая и черная. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Дальше будет много интересного. Пишите в комментариях ваши вопросы. С радостью на них вам отвечу. Всем удачи и добра.